Приветствую, друзья! Практически сразу после теракта в Крокус-Сити-Холле представители власти стали активно призывать к возвращению смертной казни. Давайте сегодня поговорим о том, реально ли, что в России вернут высшую меру наказания. И о том, почему смертная казнь – это плохо и невыгодно абсолютно для всех, кроме одного человека. И почему об этом заговорили именно сейчас. Для начала немножко матчасти. На самом деле смертная казнь до сих пор существует в Российском уголовном кодексе. Она предусмотрена в пяти статьях УК, карающих за геноцид, убийство, посягательство на жизнь госдеятелей, судей, следователей и полицейских. При этом, согласно Конституции, смертный приговор может выноситься только судом присяжных. В середине 90-х Россия вступила в Совет Европы и обязалась не применять смертную казнь. По-видимому, последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году, когда был казнен Сергей Головкин, он же серийный убийца по прозвищу Фишер. Мораторий на смертную казнь зафиксирован постановлениями Конституционного суда и уже не связан с членством Совета Европы, в котором Россия больше не состоит с начала войны. Таким образом, юридический возврат к применению смертной казни требует изменения УК, поправок Конституции и созыва Конституционного совещания. По мнению юристов, это чрезвычайно сложная и малореальная процедура. Однако, как мы знаем на примере поправок об обнулении, Путин может начхать на процедуру и законность, если ему очень надо. О том, нужно ли ему возвращение смертной казни, мы еще поговорим. А пока давайте я объясню, почему смертная казнь – это в принципе плохая идея и вдвойне плохая идея в России 2024 года. Вообще, смертная казнь – это узаконенное убийство, пережиток прошлого. И в качестве наказания, и для раскаяния, и для своей безопасности современное общество вполне может позволить себе пожизненное заключение, которое во многом страшнее смерти. Первая проблема с высшей мерой наказания – это ее бессмысленность с точки зрения предотвращения преступлений. Принято считать, что угроза казни может остановить преступников, типа убийца, насильник или террорист, испугается жестокого наказания и откажется от преступных намерений. Статистика опровергает эту точку зрения. До сих пор смертная казнь применяется в 53 странах мира. Крупнейшие из них – США, Япония, Тайвань, Сингапур, Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Саудовская Аравия. То есть 60% населения живет в странах, где смертная казнь разрешена. При этом уровень преступности в этих странах совершенно разный. Связи между наличием смертной казни и уровнем преступности в масштабах стран не существует. Мы можем сделать даже более корректное наблюдение на примере США. По логике ведь в тех штатах, где смертная казнь разрешена, уровень преступности должен быть ниже. Ведь убийцы, насильники там должны опасаться сурового наказания. В реальности все наоборот. В штатах, где казнь есть, количество убийств на душу населения заметно выше, чем там, где казни нет. Если я вас еще не убедил, то вот вам последний факт. В случае отмены такого наказания, как смертная казнь, количество убийств начинает сокращаться. А вовсе не увеличиваться, как можно было бы подумать. Таким образом, высшая мера наказания не работает как способ предотвращения преступлений. Она бессмысленна в качестве превентивной меры. Но помимо бессмысленности, смертная казнь еще и чрезвычайно опасна. Да, я говорю про такую очевидную вещь, как судебные ошибки. И не надо думать, что это какая-то редкость. За последние 50 лет в США 197 смертных приговоров были отменены. Это каждый восьмой из числа приговоренных. Причины отмены казни были разные. Пересмотр приговора, оправдание, помилование. Это не всегда было связано с судебными ошибками. Но масштаб проблемы показывает хорошо. А есть еще более страшная цифра. 20 человек из числа казненных в США за последние 50 лет, то есть один человек каждые два года, считаются невиновными. 20 человек за 50 лет на 300-миллионную страну. Это как бы вроде бы и немного. Но это до тех пор, пока не коснется вас или ваших близких. Тогда статистика превращается в трагедию. И 20 таких трагедий – это достаточно много. В СССР по понятным причинам статистики несправедливых приговоренных к вышке не вели. Но это не значит, что в Советском Союзе не расстреливали невиновных. Я даже не говорю про сталинский террор, когда было расстреляно около миллиона человек. Это были не судебные ошибки, а целенаправленные репрессии. Ну и ошибки, когда и судили, расстреливали обычных, но невиновных людей, тоже случались не так редко. Вот в 1983 году в Ростовской области за убийство девочки был задержан, осужден и расстрелян Кравченко. Позже в этом преступлении сознался маньяк Чикатило. Кравченко реабилитировали. Посмертно. В 1980 году житель Витебского района Белорусской ССР Николай Тереня был расстрелян за серию убийств. Приговор в отношении него был полностью основан на показаниях его сожительницы. После казни Тереня убийства продолжились, и настоящего маньяка Геннадия Михасевича удалось поймать спустя несколько лет. От ошибок не застрахована никакая правоохранительная судебная система. Но проблема со смертной казнью в том, что эти ошибки уже нельзя исправить. А еще хуже. При некоторых режимах ошибки настолько возведены в правила, что это уже даже не ошибки. Почему возвращение смертной казни именно в России стало бы катастрофой? Первое. Это обвинительный уклон судебной системы. В России доля оправдательных приговоров составляет 0,33%. То есть из каждых 300 приговоров только один оправдательный. Оправдательный приговор является пятном на карьерном пути судей, поэтому почти никогда не выносится. По сути, обвинительный приговор выносится на стадии следствия. А теперь представьте, что результат приговора – расстрел. Вот просто по решению какого-то следователя. Нравится перспектива? Я видел много следователей. Так вот, мне не нравится. Кстати, уровень следствия – это вторая причина, почему возврат казни был бы катастрофой. Большинство уголовных дел базируются на показаниях, на признательных показаниях обвиняемых и на показаниях свидетелей. Как получают эти показания? В значительной степени под пытками или под угрозой применения пыток. И это давно ни для кого не секрет. Есть много расследований на этот счет. Много даже видеосвидетельств. Все знают, в каком СИЗО есть пресс-хата, в какой колонии пытки поставлен на поток. И практически нет человека, который через час-два, ну или неделю пыток не подписал бы любые показания. Хоть против себя, хоть против друзей или родных. К тому же мы видим, что власть пытается легитимизировать использование пыток. Их уже по телевизору показывают. С понятным расчетом. Вы настолько потрясены жестокостью теракта, что не будете возражать против пыток террористов. Так происходит нормализация пыток их ввод в официальный оборот. А потом, когда пытать под камеры будут уже не террористов, то и возражать-то будет поздно. Тем более, что террористами в путинский режим считают не только и не столько боевиков с автоматами, но и писатель Акунин, например. Третья причина, по которой возврат смертной казни будет катастрофой, это то, что в отношении кого она станет применяться. Как я уже сказал, даже за террористов и экстремистов эта власть держит писателей, активистов и политиков. А значит, под смертную казнь за терроризм попадает очень широкий список противников Путина. Но у меня нет никаких сомнений, что в случае возврата высшей меры наказания она станет активно применяться по самому широкому составу статей, как происходит в других тоталитарных режимах. В Китае, в Иране, в Беларуси. Причем рано или поздно под эту меру попадут и нынешние сторонники власти. Именно поэтому наиболее образованные и предусмотрительные из них против отмены моратория. Смертная казнь в путинском режиме в случае возврата будет выглядеть следующим образом. Политический или экономический мотив для преследования. Затем показания под пытками. Потом расстрел. И концы в воду. Будучи восстановленной, смертная казнь сначала будет применяться против террористов. Ну или тех, кого назначат террористами. Ну просто чтобы не расследовать. А затем под угрозой окажутся политические активисты и оппозиционеры. Ну чтобы не тратить новичок или полоний. Ну а потом речь неминуемо дойдет до вчерашних попутчиков путинского режима. Бизнесменов с не очень сильной крышей. Или недостаточно зигующих холуев этой власти. Причем этого нет сейчас в планах. Но это неминуемо случится. Такая логика, репрессия. Они не могут не дойти до бывших своих. Так бывает всегда и везде. Люди циничные, но умные из числа власти. Это понимают. Поэтому не торопятся поддерживать введение смертной казни. Персонажи поглупее думают, что их лично это не коснется. А поэтому на этой теме можно набрать очки. Они ошибаются. Вообще разговоры о введении смертной казни и прочее о скотинивании выгодны только одному человеку. Владимиру Путину выгодно потому, что здесь и сейчас ему нужно закрыть свой персональный, величайший провал. Ему нужно отвлечь народ от осмысления теракта в Крокусе. Ведь так-то получается, что победитель исламского терроризма, каким представлял себя Путин, вовсе не победитель. Получается, что о теракте предупреждали одновременно и США, и Иран. А Путин на предупреждение наплевал и дал команду своим нукерам наплевать. Получается, что обещанная им безопасность взамен свободы оказалась фикцией, а спецслужбы некомпетентны и коррумпированы. И вот чтобы отвлечь людей от этих очевидных выводов, нужно что-то вбросить в информационное пространство. И вот нам показывают кадры жестоких пыток и выносят на обсуждение идею с возвратом смертной казни. Причем Путин, это, пожалуй, единственный человек, который может ее лично не опасаться. Он в любом случае уйдет с поста вперед ногами, либо по естественным причинам, либо вследствие потери власти. И от отмены моратория это никак не зависит. Если вы досмотрели до этого места, то, наверное, думаете, а что же мне за безысходную, безрадостную картинку здесь нарисовали? По счастью, это не совсем так. Итак, как вы видите, пока на обществе только тестируют возможность введения смертной казни. И многое зависит от нашей, то есть общества, реакции. Как сопротивляться? Да хотя бы говорить о своем несогласии. Распространять честную информацию о том, чем грозит обществу попытка властей вернуться к практике смертной казни. Такую информацию, как это видео, например. Счастливо вам. Путинский режим тянет страну в средневековье. Но всегда есть выбор, сопротивляться этому или нет. Продолжение следует... Продолжение следует...